Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Видное ТВ» прямой эфир. И сегодня мы пригласили к нам в студию председателя общественной палаты Ленинского района Ивлева Владимир Анатольевич. Владимир Анатольевич, добрый вечер! Добрый вечер, Олег! Добрый вечер, уважаемые жители города Вида и Ленинского района! Огромное вам спасибо, прямо уже сразу, изначально, за то, что согласились прийти к нам на эфир и рассказать о той общественной организации, которую вы возглавляете. Ну и давайте, чтобы наши телезрители сразу поняли, о чем пойдет речь. Вот такой вопрос. Когда и с какой целью была образована общественная палата Ленинского района? Ну, наверное, я думаю, можно считать даты образования нашей общественной палаты. Это первое пленарное заседание общественной палаты. Оно проходило 31 января 2013 года. Вот. Соответственно, на этом первом пленарном заседании присутствовали глава Ленинского муниципального района Кошман Сергей Николаевич, председатель Совета депутатов Венцель Валерий Николаевич, заместитель главы Селезнев Алексей Петрович, ну и, естественно, все кандидаты и члены общественной палаты на тот момент. Угу. Скажем так, какова цель создания общественной палаты? Вот что можно сказать о том, вот ради чего все это сделано? Ну, общественная палата, хотелось бы отметить, что все-таки это независимый коллегиальный орган, вот, который осуществляет свою деятельность на общественных началах, полностью на общественных началах. Вот. И создан он был с целью обеспечения взаимодействия граждан, общественных, некоммерческих организаций, которые проживают, это, естественно, граждане, а также организации, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность на территории Ленинского района. Скажем так, упростить момент общения исполнительной власти и жителей Ленинского района. Угу. Вы сказали о том, что 31 января состоялось первое заседание. Скажите, а сколько человек входит в общественную палату и что это за люди? Ну, регламентом об общественных палатах, значит, определено количество членов общественной палаты 21, включая и, соответственно, председателя общественной палаты. Вот. Значит, вошло 21 человек, из которых, значит, по предварительно поданным кандидатурам, которые выдвигались со всего района, от общественных организаций, объединений, от каких-то муниципальных организаций и так далее. То есть, наши члены общественной палаты, они представляют очень такой большой спектр всех организаций Ленинского района. Вот. И, соответственно, то есть, 7 человек утверждал лично глава по председательным кандидатам. 7 человек утвердил Совет депутатов. И уже на самом пленарном заседании остальных 7 человек уже утверждали непосредственные члены общественной палаты, которых утвердили до этого. Ну и, естественно, как бы самым таким кульминационным моментом в этом заседании было это избрание председателя общественной палаты. Вот. И коим как бы избрали меня. С чем, естественно, я и поздравляю. Да, было неожиданно, но так вот получилось. Да. Кстати, у нас есть сюжет о первом совещании, первом собрании, как назвать правильно, заседании. Пленарное заседание. Пленарное заседание, да. Именно о первом пленарном заседании общественной палаты. Я предлагаю нашим телезрителям и нам посмотреть, как это было, и продолжить наш разговор. Инициатива о создании общественных палат в каждом муниципальном образовании, помимо существующих на федеральном и региональном уровнях, была выдвинута еще осенью прошлого года экс-губернатором Московской области Сергеем Шойгу. Андрей Воробьев, временно исполняющий обязанности губернатора Подмосковья, заявил, что к 1 марта 2013 года общественные палаты должны работать уже во всех муниципальных образованиях региона. Чем больше общественных институтов у нас будет, тем понятней, прозрачной будет для общества деятельность власти. Первое пленарное заседание общественной палаты Ленинского района, созданное по рекомендации областного правительства, открыл Сергей Кошман. Глава районной администрации напомнил, что в муниципальном образовании с 2007 года активно работает Высший координационный совет общественных объединений из 45 представителей, в том числе политических партий и общественных организаций. Новый орган общественного контроля создан по другому принципу и станет обладать большими полномочиями. Ваш основной документ, с которым Вы будете оперировать свои деятельности, это положение. Так как Вы не являетесь юридическим лицом, Вы являетесь общественной организацией, здесь у Вас все строго прописано и, поверьте, у Вас полномочия, которые здесь Вам прописаны, они практически совпадают с полномочиями Совета депутатов района. В состав общественной палаты на добровольных началах включены предприниматели, представители сферы образования, здравоохранения, культуры, промышленности, общественных организаций. Семь из них были утверждены главой района, столько же районным советом депутатов. Остальные семь были избраны во время заседания. Все они – жители Ленинского района. Избраны очень достойные, очень неравнодушные люди в состав общественной палаты. И я убежден, что их работа, наша совместная работа, будет полезна жителям Ленинского района. Первое заседание было посвящено организационным вопросам. Председателем палаты общим голосованием присутствующих был избран руководитель военно-патриотического клуба «Застава» Владимир Ивлев. Предстоит большая работа, тем более в связи с последними событиями, что, как говорится, активизировалось общественное мнение в районе людей и всяческие появились организации, которые отстаивают так или иначе мнение людей. Мы, наверное, все-таки созданы для того, чтобы этих людей консолидировать в одном месте, выслушивать их и доносить до нашей власти действительно мнение, желание наших людей Ленинского района, которые здесь живут, трудятся. Работа районной общественной палаты должна послужить ориентиром для создаваемых в настоящее время общественных палат поселений, отметил в заключении встречи Сергей Кошман. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Владимир Анатольевич, еще раз примите поздравления с избранием председателя общественной палаты. Ну, давайте, может быть, расскажите немножко о себе, где родились, где женились, да, и где учились. Расскажите немножко о себе нашим телезрителям. Ну, родился я в городе Москва, в семье рабочих. С 1985 года мы проживаем в Ленинском районе, в городе Видное. Семья переехала. Вот, учился во второй школе, закончил вторую школу, после чего поступил в московский коксохимический техникум, который также закончил. Отслужил в рядах вооруженных сил в пограничных войсках. После уже службы в войсках закончил Московский городской педагогический университет. То есть я педагог по образованию. Ну, и, естественно, как говорится, с 15 лет весь мой путь по жизни сопровождал, это вот, как уже говорили, только что в сюжете показанном, военно-патриотический клуб застава. Я пришел туда в 15 лет, до армии три года отзанимался в военно-патриотическом клубе, и вот после армии, с 1998 года, пришлось мне возглавить его, и вот до сих пор я занимаюсь этой педагогической деятельностью с мальчишками и девчонками. Ну, о клубе пару слов. Конечно, конечно. Да, работаем по двум направлениям. Одно из них это поисковая работа, или, как это звучит, увековечение памяти павших. То есть для тех, кто не знает, это проводятся поисковые экспедиции работы на местах бывших боев во время Великой Отечественной войны 41-45-х годов. Цель данной работы – это найти, поднять и перезахоронить останки наших воинов, которые до сих пор еще лежат по лесам и полям. Вот. И второе направление нашей работы – это допризывная подготовка молодежи. То есть у нас преподают в клубе военно-прикладные виды спорта и дисциплины. То есть вот такая вот работа у нас ведется по настоящий момент. Как сейчас? Вот сразу вот такой, немножко отойду от темы, все-таки говорим о заставе. Как сейчас, ребята, есть ли еще защитники, скажем так, Родины, которые уже с 14-15 лет понимают, что они хотели бы пойти и служить в армии, что хотели бы, я не знаю, защищать Родину, быть сильными и здоровыми мужиками, в конце концов? Да, безусловно. Так как у нас сейчас бытует в обществе мнение о том, что у нас все меньше и меньше молодежи остается, которая как-то так или иначе положительно относится к вооруженным силам, и уж тем более службы в вооруженных силах, в срочную службу. Но на самом деле есть ребята, которые это влечет, армейская романтика влечет. И ребята приходят, и не только мальчики, есть и девочки. Но, к сожалению, в армии они служить не могут. К сожалению? Да. Я думаю, сейчас многие женщины категорически против выразились бы. Ну, так или иначе, девчонкам тоже очень нравится. Они также занимаются вместе с мальчиками военно-прикладными видами спорта. Но организация наша принимает детей именно с 14 лет. Но, как вы сказали, дети есть или нету, есть у нас самый маленький курсант клуба, ему 12 лет. Но он наравне с ребятами также занимается и, как говорится, выносит все тягосты нашей клубной жизни. И еще немножко по первому направлению очень хотелось бы узнать и поговорить по поисковой работе. Где уже удалось побывать? Насколько ребята действительно прониклись этим? И каковы вообще результаты? Есть что-то уже действительно, когда возвращали, скажем так, родственникам тех бойцов, которые пропали без вести, либо еще что-то такое? Да, результат, он, как говорится, если есть работа, то есть результат. Хотелось бы, конечно, больше, но, как показывает статистика и практика, это где-то порядка 10%. Удается узнать и восстановить фамилии, имя, отчество погибшего, установить, откуда он. Но, к сожалению, сейчас очень большая проблема, так как много уже времени с тех пор прошло, и родственников просто либо не осталось, либо уже потерялись, как говорится, жизненные пути, разошлись. И мы найти не можем родственников из-за этого. Но так или иначе солдаты опознаются. Вот. И за это время, в этом году нашему клубу уже исполнится 19 лет. Вот. За это время было поднято и перезахоронено около 2000 останков советских воинов. Вот. Сто из которых были опознаны, и порядка 70 человек мы, как говорится, вернули в их семьи. Вот. И родственники теперь знают, где похоронен дед, там, отец, родственник их. Вот. Ну, такие вот пока на данный момент у нас результаты. Тогда вот такой вопрос, ну, не знаю, насколько он там... Как вообще вот ребята к этому относятся? Понятно, что это дело, это необходимое дело. А как ребята к этому относятся именно вот в душе своей? Вот видно, читается в их глазах, что они делают такое нужное дело, что без них такого, наверное, и не произойдет. Ну, вот знаете, наверное, до первой своей в жизни поисковой экспедиции, возможно, это не видно, и они еще этого не осознают. Да. Но как только ребята сходят в свою первую поисковую экспедицию, то есть за это время они успевают посмотреть на историю нашей страны и военную историю нашей страны совершенно с другого ракурса. То есть там она на тех полях бывших сражений принимает совершенно иной вид. Ребята действительно, вот в прямом смысле можно сказать, что они эту историю пропускают не только через свои руки, но и через свои сердца. Да. И после первой своей поисковой экспедиции у многих совершенно меняется мышление о той далекой войне. Мышление меняется и по отношению к ветеранам. То есть они действительно начинают уважать этих людей. И вот несколько лет назад, по-моему, вышел на экраны фильм «Мы из будущего». Называется фильм, да. И вот там было очень хорошо режиссерам показан именно тот момент, когда разные люди совершенно по своему какому-то положению в жизни их обобщила, вот, скажем так, там немножко не поисковая деятельность была показана, а черная поисковая деятельность. Да. Но так или иначе, когда они на своей шкуре прочувствовали, что же испытывали их предки, когда вот эти вот медали зарабатывали, грубо говоря, да, вот, то они, вернувшись, они стали другими, они поняли, чего это все стоило и для чего это было. И вот действительно ребята осознают это, и уже вторая поисковая экспедиция в их жизни, она уже осознанная. Ну, вот так вот можно сказать о нашем нынешнем поколении. Да, да. Ну, очень хочется, чтобы и дальше продолжалась эта работа, и чтобы ребята приходили в десантник, и чтобы действительно вот они проходили через этот, через мужской, не побоюсь этого слова, да, ой, десантник, застава, конечно. Десантник – это спортивный клуб у нас. Да, спортивный клуб. Ну, тоже ребята молодцы, тоже тренируются, готовят себя, да. Безусловно. Безусловно. Конечно же, застава, и очень хочется, чтобы они дальше продолжали вот делать это хорошее, доброе, я думаю, всем нужное дело. Спасибо, спасибо, я думаю, от всех нас. Когда вы рассказывали о заставе, вы сказали, что если есть работа, есть и результат. Прошло уже два месяца с первого заседания, с первого заседания как общественной палаты. Какие дела, какие вопросы за эти два месяца уже удалось решить? Что было рассмотрено? Давайте об этом поговорим. Да, ну, естественно, мы должны были закончить все наши организационные моменты по работе палаты. И у нас в марте, уже 13 марта, такое число получилось случайно совершенно, но у нас состоялось второе пленарное заседание, на котором мы должны были закончить формирование общественной палаты, то есть создать в короткие сроки рабочие группы или комиссии, как они называются, которые могли бы по основным пяти направлениям работать и принимать уже от граждан и от общественности уже какие-то, как говорится, просьбы, заявки, жалобы и так далее, чтобы мы их могли рассмотреть. Поэтому на втором пленарном заседании мы, естественно, утвердили регламент общественной палаты, который был представлен на первом заседании, также рассмотрели и утвердили кодекс этики общественной палаты, и, естественно, были сформированы, утверждены постоянные рабочие комиссии. А по каким, если не трудно, можно назвать какие основные, не основные, а какие-то комиссии, вы сказали их пять, по каким основным направлениям они работают? Да, конечно, значит, пять основных комиссий. Первая – социально-экономическая политика. Вторая – комиссия по развитию местного самоуправления и средств массовой информации. Далее – по работе с молодежью, ветеранами, общественными организациями, развитию культуры и спорта. Четвертая – комиссия по развитию здравоохранения и охране окружающей среды. И пятая – по развитию образования и дошкольного воспитания. Данные комиссии были созданы, и, как вы говорили в начале вопроса о результате, у нас за это время уже есть два общественных обращения. Первое, значит, у нас обращение от группы жителей, инициативной группы жителей города Видное, она называется «За сохранение и развитие усадьбы Тимохова». То есть, чтобы наши телезрители не путали, не овраг Тимохова, а вот именно усадьба, это непосредственно все его знают под названием ДСААФ. Все знают, что там памятник культуры, и он планируется к сносу в пользу застройки новым жилым комплексами. Вот, и данная группа жителей, она, как говорится, взяла на себя ответственность инициативу отстоять этот памятник культуры, и они обратились к нам с обращением, с письмом в помощи, оказание помощи в этом деле. Вот, и второе, значит, обращение у нас было от жителей деревни Петрушина-3, там совершенно такой бытовой вопрос, есть точка врезки газа, Петрушина-1, Петрушина-2 у нас подключились и газифицированы, а Петрушина-3 не могут газифицироваться, так как нужно трубопровод, газотрубопровод, да, то есть провести к ним по участку земли, который отдан в аренду другой организации. Вроде как ситуация такая нелепая немножечко. Но так или иначе, значит, эти вопросы уже поручены на рассмотрение соответствующим комиссиям, уже, в принципе, сформировано мнение о том, что данные вопросы действительно являются важными для жителей Ленинского района. И мы уже готовим письмо главе Ленинского района Сергею Николаевичу Кошману о том, чтобы данные вопросы решились положительно именно вот в соответствии с учетом жителей и обращения. Поэтому за эти вопросы действительно мы будем, как говорится, ходить и просить. То есть поможем, надеюсь, что все получится у нас. Хотелось бы еще раз сказать нашим телезрителям 541-2540 и 547-08-13. Телефоны нашего эфира. Звоните, если будут какие-то вопросы. А наша телезрительница Ирина уже задала вопросы. Скажите, какие люди, на ваш взгляд, должны работать в общественной палате? Ну, я думаю, наверное, в первую очередь неравнодушные к Ленинскому району. Ну и, естественно, они должны быть профессионалами своего дела. И когда комплектовали именно список вот этих вот членов общественной палаты, именно это с этой стороны был подход. И на самом деле люди, которые вошли в общественную палату, они занимают такое, скажем, социальное даже, наверное, положение в обществе. То есть достаточно значимое. Я, допустим, вот даже скажу по правлению. На первом пленарном заседании, помимо того, что выбрали председателя, также был избран заместитель председателя и ответственный секретарь. И вот хотел бы сказать, что заместитель председателя у нас Архангельская Ирина Валентиновна, она является в Ленинском районе председателем районного комитета профсоюзов, работников госучреждений и общественного обслуживания. То есть достаточно опытный человек в таких вопросах. А ответственный секретарь у нас Мурашов Олег Юрьевич. А он является представителем уполномоченного по правам человека в Московской области, в Ленинском муниципальном районе. То есть это уже о чем-то говорит. Это вот правление. Ну и, соответственно, все остальные члены, они также во всех своих сферах примерно такие же действительно, как говорится, люди, которые... Ну, хорошие, уважаемые люди. Я даже больше скажу, что... Конечно, я даже больше скажу, что один из руководителей нашей телекомпании также является членом общественной палаты Ленинского района. Кстати, да, так и есть. Еще один вопрос поступил. Имеется ли помещение, или, написал наш телезритель, офис, куда можно обратиться, куда можно прийти с той или иной проблемой? Да, правильно. И как бы этот вопрос у нас стоял уже даже на первом пленарном заседании. Но обозначить мы его не смогли. Поэтому этот вопрос мы решали на втором пленарном заседании. Мы уже послали обращение к главе Ленинского муниципального района о том, чтобы нам такой офис предоставили, чтобы мы могли действительно вести прием граждан. Но на данный момент пока у нас есть временная приемная. Она находится у нас, если сейчас у телезрителей есть ручка под рукой и бумажка, то, наверное, лучше записать. Все знают комитет по имуществу, который находится на школьный дом 60. Там ведет прием и прием звонков мой заместитель Архангельская Ирина Валентиновна с 9 до 17 часов. Это второй этаж, кабинет номер 10. Телефон 541-14-88. 541-14-88. То есть сюда можно прийти, подать какое-то заявление, какое-то обращение, которое зарегистрируют, и оно обязательно до меня дойдет. Все обращения и все обращения граждан и организаций я лично смотрю, читаю, вхожу в курс дела. И контролирую этот вопрос. Также мы принимаем звонки, и люди могут свободно звонить, высказывать свои проблемы и так далее. И эти звонки, не надо думать, что они не учитываются. Они учитываются действительно и записываются по значимости. То есть у нас на данный момент, допустим, уже есть звонки жителей, которые затрагивают такие сферы, как здравоохранение, образование. Какое-то общее состояние в нашем городе, особенно что касается ЖКХ. И мы эти звонки, естественно, как говорится, разбиваем по группам, и уже будем по этим звонкам непосредственно, как основание, начнем свою работу. То есть уже будем создавать комиссии, которые будут эти звонки обрабатывать и действительно вырабатывать какое-то решение, ехать, узнавать и решать данную проблему. Поэтому каждый звонок для нас важен. Владимир Анатольевич, тогда расскажите о принципах работы. Ну вот смотрите, например, у человека есть определенный вопрос, определенная тема, или у организации какой. Вот они пришли к вам, написали обращение. Как дальше происходит работа с этим обращением? Она рассматривается на общем собрании? Она как-то готовится или вы, как председатель, идете, не знаю, к главе, к заместителю главы? То есть как, в принципе, решается вопрос по обращениям граждан? Выработан ли механизм содействия? Да, конечно, уже есть механизм. То есть, как я уже говорил выше, данное обращение поручается на рассмотрение непосредственно комиссии, которая имеет именно такие вот, скажем так, свое назначение по какому-либо вопросу. Вот, комиссия вырабатывает решение, доводится это до меня. Соответственно, на уже, если требует того собрания общего, значит, общественной палаты, выносится это на общественную палату, принимается решение, и уже я иду непосредственно с этим вот обращением главе Ленинского района, в Совет депутатов. То есть, вот такой вот, скажем, более короткий путь, наверное, до нашего вышестоящего руководства, до нашей исполнительной власти. Конечно. Есть ли в уставных документах какие-либо временные вопросы? Как часто должны собираться заседания общественной палаты? Ну, есть, скажем так, в положении регламенты общественной палаты по Московской области, там, собственно говоря, предписано, что не реже двух раз в год, вот, но, как бы, мы для себя решили, что... Не реже двух раз в год? Да. Вот, но мы для себя решили, что это достаточно мало. Конечно, мало. Поэтому я думаю, что мы будем минимум раз в месяц собираться. Это именно, что касается заседаний общественной палаты. Вот. А есть еще работа непосредственно рабочих комиссий, которые будут работать непрерывно. Угу. Так что вот, поэтому работа будет непрерывно. Наш телезритель Петр, мы все прекрасно понимаем, в какое время мы живем, компьютер, компьютер, интернет, интернет. И вот наш телезритель Петр спрашивает из города Видны, будет ли официальный сайт общественной палаты, и куда можно обратиться со своей проблемой? Ну, куда обратиться, да, если мы сказали по адресу и по телефону, мы уже сказали. Уже можно. Да. Есть ли такие задумки сделать сайт общественной палаты? Наряду с тем, что мы сейчас, как говорится, хотим, чтобы у нас был офис, также уже решается вопрос о том, что будет не отдельный сайт общественной палаты, а будет на сайте администрации Ленинского муниципального района непосредственная страница общественной палаты, куда можно будет обращаться, через которую можно будет передавать свои просьбы. Это, конечно, небольшое время нужно для того, чтобы это все дело сделать. Вот. Поэтому, да, это будет в ближайшем будущем, но сейчас, как я уже говорил, можно уже по телефону и на личном приеме можно прийти и обратиться. И последний вопрос, к сожалению, который я успею, прошу прощения, задать. О будущем. О будущем. На ваш взгляд, какое видите вы будущее общественной палаты? И как хотелось бы организовать эту работу, чтобы действительно народ понимал, что общественная палата – это сила, что если обратиться в общественную палату, действительно можно найти помощь, если уж хотите, и защиту? Ну, я, наверное, выскажу свои мысли по этому поводу. Потому что, как бы, да, что тут можно много говорить, но мне бы хотелось, чтобы все-таки общественная палата и, наверное, приняли бы, наверное, такой законопроект о том, чтобы именно мнение общественной палаты, которое было, естественно, взято от общества, от людей, при принятии решения нашими властями занимало не просто рекомендательный характер, а вот именно являлось ключевым вопросом в решении какой-либо проблемы. И тогда будут и власть очень сильно считаться с общественной палатой. И действительно наши граждане, люди поймут, что общественная палата, как вы сказали, – это сила. Вот я вот хотел бы, чтобы было так. И тогда действительно можно будет на равных беседовать с нашей властью. Ну, очень хочется пожелать действительно, чтобы это была сила, чтобы это действительно была опора граждан, потому что, ну, что греха таить, действительно, очень многим людям нужна и необходима помощь. В конце концов, даже словом иногда помочь, и то человеку приятно. Спасибо вам огромное за то, что пришли, рассказали о работе общественной палаты, о перспективах, о планах, которые ждут. Поэтому всегда и с удовольствием еще ждем приходить, и я думаю, что нам будет о чем рассказать нашим телезрителям. Всего доброго. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»